Составной вопрос. Ответьте, пожалуйста, только прямо и без лукавства, да или нет. Правда ли, что вы больше не шпионите в пользу спецслужб Буркино-Фасо, выдавая им ядерные секреты в Уганде? Вряд ли получится дать на подобный вопрос однозначный ответ, ведь фигурурующее в нем слово больше, больше не шпионите, заведомо предполагает, что ранее вы этим занимались. И ответив «да», вы автоматически подтвердите это. Ответ же «нет» будет означать, что вы все еще продолжаете эту деятельность. Хитрость заключается в том, что в состав основного вопроса неявным образом включен другой, в ответ на который предполагается уже получен. Вариантов такого трюка множество. Вы все еще бьете свою мать, да или нет? Значит, вы уже не принимаете заказов на вооруженное грабление банков? Или почему христиане отвергают науку? Составной вопрос ставит собеседника в неловкое положение. Если в магазине, скажем, где вы рассматривали утюги и никакого не выбрали, к вам подойдет сотрудник и спросит, и какая модель вас более всего привлекла? Насколько комфортно вам будет обмануть его ожидания, сказав, что все неплохи? В 18 веке британский поэт Александр Коуп подарил Фридриху, принцу Уэльскому, ошейник для собаки. И всякий, кто пытался подольститься к принцу на прогулке, заигрываясь с его питомцем, автоматически был вынужден прочесть выграверную там эпиграмму. «Я личный пес его высочества. А ты чей пес?» – спросить мне хочется. Порой благовестника загоняют в тупик вопросом, какую из взаимосвучающих библейских историй сотворения мира вы признаете? Ту, что в первой или ту, что во второй главе книги Бытия? Вам сразу навязывается мнение, что две первые главы Бытия представляют собой две несовместимые точки зрения, два несовместимых повествования, в то время как на самом деле в первой главе говорится об общей хронологии Жестоднева. Вторая же в этом уже заданном контексте более детально рассказывает о его кульминации создания человека. Впрочем, толкователи Жестоднева и сами нередко впадают в подобную ловушку, впускаясь в рассуждение на тему, были ли дни творения обычными 24-часовыми днями. Ведь день по определению не может быть не 24-часовым, час – это единица, производная от дня. То есть мы делим день на 24-часа и называем это час. С другой стороны, быть обычными эти дни тоже не могли, ведь это были дни творения. Ни одно из явлений, наблюдаемых нам и сегодня, не может описать происходивших тогда процессов. Создатель завершил сотворение мира на шестой день, как говорится в книге Бытия, 2 глава, 2 стих. А после этого творение оказалось еще и враг с цветлением, послание Римлянам, 8 глава, 21 стих. Так что на основании того, что мы видим ныне, в принципе, невозможно представить, как все было тогда. Самую же, пожалуй, виртуозную версию составного вопроса я услышал от нарколога, выдающего справку на получение водительских прав. Припоминаете ли вы случаи, когда напивались до беспамятства? Сталкиваясь с подобными уловками, как никогда важно помнить, главный противник дискуссии не оппонент, а наш же собственный полемический азарт. Увлекаясь им, мы стремимся дать ответ как можно быстрее. Апостол пишет, ведите себя разумно с посторонними, извлекайте из всякой возможности наибольшую пользу. Ваша речь должна быть всегда приятна, разговор должен быть разумен, чтобы вы знали, как кому отвечать. Послание Колоссянам, 4 глава, 5-6 стих. Так, когда последователи Иисуса, думавшие, что спасение можно заслужить определенными действиями, спросили его, что нам делать, чтобы творить дела Божьи, Иисус сказал им ответ, вот дело Божье, чтобы вы верили в того, кого Он послал. Иван Глядт Иоанна, 6 глава, 28-29 стих. К составному вопросу чаще всего нужно относиться как к риторическому, то есть непредполагающему ответа. В нем ваш оппонент не столько спрашивает о предмете основного вопроса, сколько навязывает вам собственную версию вашего ответа на неявный вопрос в нем заключенный. Поэтому правильная реакция будет не торопиться парировать выпад, а спокойно сказать, ваш вопрос служит свидетельством неверности вашей точки зрения, ибо без какого-либо на то основания он предполагает, что и далее указываете на несостоятельность скрытого в этом вопросе. Предположение, ранее шпионил, грабил банки, напивался до беспамятства и тому подобное.